всем привет радует что вас так много и еще радует что этот походила послышала доклады так или иначе в них уже рассказывали вам про какие-то кусочки и принципы из дизайн мышления просто это так не называли про здравый смысл и это радует я работаю в компании октобери и мы занимаемся тем что мы помогаем компаниям преимущественно среднем крупному бизнесу энтерпрайзом становиться как мы называем немножко человечней и понимать что все те вещи которые они делают это про людей для людей и как правило к нам приходят люди которые в компаниях руководят бюджетами и то есть это больше люди со стороны бизнеса и поэтому я буду выступать больше с позиции как раз тех самых менеджеров продукты и продуктологов а приходят они как правило в тот момент когда они понимают что они сливают огромное количество бюджетов пустую а амбициозные ожидания в экселечках которые они себе рисуют вообще ни разу не сходятся не задаются вопросом что делать приходит к нам для того чтобы им немножко помогли поэтому сегодня я бы хотела поговорить о том вообще для чего дизайн мышления рассказать несколько кейсов я сразу извиняюсь за то что специфика моя работа предполагает огромное количество индей поэтому чтобы быть честной ко всем будут кейсы которые разрешены для публичного анонса но ровно в том объеме в котором они разрешены вот и расскажу с чего начать если вы хотите двигаться в эту сторону окей а для чего дизайн мышления да все понимают ведь что это такое да да тренажерный зал это фотография реального тренажерного зала в который я хожу я туда пришла два года назад и для меня реально покупка абонемента была достаточно болезненным шагом но сознательным на тот момент абонемент стоил половину моей зарплаты но то есть с учетом того как мы обычно абонемента покупаем 10 раз подумаешь да потому что один раз сходишь и он лежит весь оставшийся год хорошо проинвестировал здоровье а для меня это был сознательный шаг потому что фитнес-клуб находился рядом с моим офисом я выходила из офиса видела фитнес-клуб а у меня прям в голове щелкало что мои деньги улетают просто в этот момент в трубу когда я принимаю решение идти к метро а не идти на занятия и для меня это сработало я начала ходить я ходила полгода мне все нравилось и как-то встречаясь с моим другом а это было летом где-то наверное мы стали обсуждать фитнес-клубы а у него в тот момент в его фитнес клубе был бассейн закрыт лето потому что и он работает от меня в 40 минутах езды что для москвы в принципе достаточно много у него свой тренажерный зал рядом с его работой ровно по такому же принципу пять минут вышел туда дошел и он такой говорит слушай а можно к тебе сходить посмотреть поскольку бассейн закрыт ну чего как ну я говорю да давай у меня есть гостевая проходка он пришел и на следующий день он приехал несмотря на то что у него было еще три месяца действующего абонемента в отдел продаж покупать абонемент в этот фитнес-клуб который еще к тому же был в четыре раза дороже его на основании двух вещей которые его цепанули как вы думаете что это были за вещи бассейны там был ну как бы он же откроется через неделю все нормально будет а не ну как бы мы до сих пор вместе туда ходим но не пересекаемся поэтому нет все гораздо интереснее первая вещь которая его цепанула это неограниченное количество полотенец около бассейна потому что в его фитнес-клубе ему давали одно полотенце которое он должен экономить и на тренажерку и на бассейн и еще в душе помыться здесь там просто стоит стойка где он может брать их неограниченном количестве вторая вещь гораздо веселее это ватные палочки в мужской раздевалке для ушей понятно что это значит чтобы фитнес-клуба на уровне базовых потребностей до тренажерка бассейн отработали настолько что она в принципе нету разницы качалкой качалка как сказал мой тренер когда услышал эту историю но мы начинаем думать какими-то дополнительными ценностями когда делаем свой эмоциональный выбор и у меня и у него в момент времени они были разные но что получается в чем драма состоит что как мой фитнес-клуб до сих пор не знает что и по какому критерию я стала их клиентам ну потому что они у меня не спрашивали я им об этом не говорила а так и его фитнес-клуб что хуже не знает что они потеряли своего клиента из заватных палочек в мужской раздевалке и мы когда это с ним прокручивали в голове а у меня возник вопрос а вообще сколько существует бизнесов клиента от которых ушли за отсутствие вот таких ватных палочек и более того даже не знают что от них ушли ровно поэтому а и вот дизайн мышления она как раз про то чтобы найти ту самую причину те самые мотиваторы которые заставляют людей делать свой выбор в сторону того или иного решения на рынке если говорить сухим языком терминов то дизайн мышление это подход который помогает вам находить новые бизнес-решения на основании там понимания проблем ценности потребности пользователя а и на самом деле несмотря на то что мы с вами находимся в зале в зале тренды дизайн мышления появилась где-то в 70-х годах прошлого века до нашей страны она мне кажется так по серьезному докатилась где-то лет 7-8 назад и три-четыре года вот наверное последних по крайней мере москва и там сам петербург достаточно хайповые хайповое время с точки зрения дизайн мышления многие успели попробовать многие успели обжечься появилась ряд стереотипов с которыми вы наверняка будете сталкиваться если вдруг пойдете в эту историю кто-то говорит что это чисто про клиентов и про то как сделать им хорошо а где же деньги кто-то говорит про то что это долго кто-то говорит что это неэффективно потому что опросы имеют больший охват там как бы обрастить мы можем сразу всех а здесь надо точечно общаться с клиентами кто-то говорит что это целиком и полностью для стартапов но так или иначе мне кажется что это подход а если это подход то любой подход не работает из коробки его надо адаптировать под себя и брать из него самое лучше поэтому я сейчас расскажу кейсы которые в той или иной форме использовали дизайн мышления и какие-то вещи возможно уже и ряд стереотипов там станет понятен где они действительно выстреливают где нет первый кейс у нас случился с digital компании года два назад это сервис связанные с недвижимостью они помогают арендовывать квартиры снимать квартиры и так далее в общем полный спектр того что вы можете сделать с недвижимостью как физика как юрик и они тогда запускали новую для себя линейку линейку новостройка если с людьми которые снимают квартиры им плюс-минус был понятно то здесь они в принципе имели понимание вот того профиля клиента да то есть кто эти люди сколько им лет какой у них достаток как они покупают квартиры где да в каких районах но как бы на основании этих знаний они даже уже успели реализовать какой-то сценарий какой-то раздел на сайте запустили его и как бы любой сервис да он предполагает какой-то сценарий когда пользователь доходит до конца вы получаете денежку как бы на этом мы живем вот короче не доходили люди до конца и денежку мы не получали и это была проблема потому что но как бы маркетировать этот сервис дальше был невозможным ну просто это не работает а когда мы пришли к ним мы с ребятами начали в общем-то предложили им двигаться по этому процессу дизайн мышления и в первую очередь узнать а как сейчас у людей вообще происходит процесс покупки выбора квартиры новостроек потому что понятно что мы предполагаем себе одно и закладываем одно а у людей происходит совсем другое и мы провели на первое что мы сделали это собрали людей которые могут нам дать полезную информацию это был как раз продуктовый менеджер этого направления это были люди которые работали с партнерами застройщиками которые знали как они себя ведут внутри этой компании а и мы с ними прикинули как сейчас нашими глазами выглядит сценарий покупки новостройки выписали какие-то ключевые моменты которые нам непонятные прикинули список вопросов которые мы можем задать этим людям и затем нашли где-то 22 наверное человека было с которыми мы поговорили за две недели о том как выглядит вообще процесс покупки этой квартиры а дальше после того как вы общаетесь происходит анализ информации и вы по сути перестраиваете сценарий который вы предполагали работает так а на самом деле работает он совсем по-другому но это как раз та вещь которую не могу показывать но на концептуальном уровне а один из артефактов это карта сценария клиента то есть как он реально по шагам проходит и совершает целевое действие то есть например там я продал старую квартиру до 1 шаг на этом этапе у меня были такие такие проблемы следующий шаг я начал выбирать новую квартиру да и так далее до конца пока вы ее не купите она не попадет в вашу собственность а и здесь вы можете там вот в линиях выписывать какие-то важные вещи для себя например какие-то проблемы альтернативные решения которые пользователи используют на каждом этапе и вот это вот выделенная строка с красненькими блоками в конце с розовенькими это как раз присутствие сервиса нашей компании в этом сценарии клиента то есть что происходило в определенный момент времени люди понимали что им не нужен больше этот сервис они уходили напрямую общаться застройщиками и сервис в принципе выпадал из жизни человека и вернуть его никаким образом нельзя был назад логичным что напрашивается подумать как изменить да наш сценарий так чтобы он соответствовал задачам клиента которые реально он проходит на этом кусочке и собственно для того чтобы это получилось мы выявили вот эти точки потери клиентов и собрали еще одну сессию уже внутри компании куда позвали всех кто захотел прийти и погенерировали какие-то идеи которые мы можем сделать в нашем сервисе для того чтобы люди доходили до конца вообще идей на самом деле получилось много это был список задач которые ребята реализовывали в течение полугода и делали его тоже формате экспериментов то есть они изменяют что-то на странице выкатывают на небольшую аудиторию там на 10 процентов смотрят работает не работает если не работают откатывает если работают то раскатывают на всех дальше смотрят берут следующую идею а что на выходе получила компания изменения которые ребята внесли в этот сценарий они дали прирост конверсии в 27 процентов причем определенный момент ребята поняли что они исчерпали все идеи и пришли к нам опять давайте продолжим более фокусно сфокусируемся на этот шаг там кажется есть что покопать но мы не знаем какие идеи какие решения закладывать дальше но самое важное что было и на их взгляд и на наш взгляд в компании целиком начала меняться культура если раньше те вещи которые ребята делали приходили в основном от продаж ну потому что там основные бабки обычно бывают да клиентов приводит либо от руководство компании то сейчас у людей появилась условно опора которую они могли немножечко обстукивать то что в них прилетает это мнение пользователей и по сути пользователь стал основным заказчиком для которого нужно было сделать классный продукт и классно его выгрузить на рынок и сейчас когда приходишь к ребятам очень часто попадаешь на какие-то фокус-группы и так далее мальчик который участвовал в этом проекте в этой проектной команде он собственно был один из евангелистов которые дальше распространяли эти знания эту практику на всю компанию поэтому этот подход влияет на бизнес если вы правильно ставите проблематику в начале ваших исследований второй кейс у нас был не так давно этим летом это был ресторан тануки я не знаю они есть новосибирске нет вот но так или иначе это да это японский ресторан сетевой в москве и они к нам пришли на самом деле там не было конкретного бизнес запроса им просто стало интересно что какие есть подходы чтобы стать более клиент ориентированными и формат который мы с ними решили попробовать это формат воркшопа где бы участвовали и люди со стороны ресторана для того чтобы они поняли как это работает и позвать еще абсолютно ну посторонних для них людей которые ну просто вот любой из вас мог туда прийти если хотела попробовать в чем был смысл за два дня мы проходили целиком по всему процессу при этом была выбрана проблематика и вместе с ними мы ее выбирали мы подумали а что в ресторане может пойти не так и набрали пять кейсов но там среди них были например придет семья с пятью детьми и как бы что там может пойти не так или при при заказе доставки что может пойти не так и было пять команд каждой команде мы выдали задачу как мы работали очень похоже на предыдущий кейс мы при каждая команда прикинула сценарий да вот эти желтые стикеры сверху это предполагаемые шаги и выписала список проблемы каких-то вопросов это вот стикеры внизу которые можно спросить у клиентов но на это ушла наверное где-то первая половина дня вторая половина дня и тут нам помогали тануки было логистически долго планировалось потому что надо было каким-то образом ребят доставить в магазины в рестораны вот дать им бюджет на то чтобы они смогли сделать заказ и проверить как это работает на себе вот чтобы это было все законно с точки зрения финансов и бухгалтерии и при этом чтобы рестораны не знали что это организованное тануки мероприятие потому что был риск того что начнутся потемкинские деревни просто вот но так или иначе ребята попробовали прожить реально сценарии общались с людьми прям в ресторанах вот кто-то вот фоточка сверху правая пробовали разные доставки до вот этого доставка от танук непосредственно это яндекс еда сравнивали смотрели где им пользовательский опыт лучше больше нравится а затем в конце дня вот приходили и выгружали все свои находки которые у них есть для того чтобы понять а в чем состоит проблема и какое решение можем для них предложить на второй день собственно мы создавали прототипы и генерировали решение и тестировали его опять же ну на либо на людях которых ребята нашли прям вот рядом со зданием либо на себе то есть это участие людей были диджитальные решения какие-то то есть то что можно завернуть в приложение часть реально проектировала сервис то есть вот были человечки какие-то и они имитировали действия пользователя в ресторане и смотрели что идет не так в этот момент чтобы уже при реализации не допустить этих косяков а что это дало вообще тануком на выходе по результатам двух дней у них появилось пять концептов разных продуктовых решений которые можно было брать с собой в работу а что самое интересное до инициатором этих изменений были люди со стороны маркетинга на их стороне вот и но поскольку так получается что за всю там диджитальную составляющую работу у них отвечает именно маркетинг и они нам сказали что в принципе три концепта которые получились сторонними людьми это идея для них не новая они в эту сторону смотрят а но а они поняли для себя очень важные вещи такие больше тактические до которые они могли изменить на уровне задач в своих для своих айти команд что например какой какой то части функциональности вообще не должно быть а какая функциональность должна быть чуточку более важно этих изменений был наверное процентов 50 от того что они делали но до этого то есть они сильно пересмотрели свою дорожную карту а вторая вещь которую мы для себя уже поняли что наверное люди со стороны действительно не могут перевернуть какое-то представление об экспертизе да и о рынке где есть уже состоявшиеся эксперты но если они работают вместе с экспертами эксперты получают но дополнительный источник вдохновения впечатления аналитики для себя и третий момент очень важный который еще и ребята и стану ки подчеркнули для себя у них короче вот то про что максим с утра говорил да вот эти вот функциональные подразделения айти продукты маркетинг отдельное дело как бы невозможно друг с дружкой общаться они за два дня починили коммуникации но по крайней мере на уровне руководителей которые там были и дальше уже начали нормально общаться по тем проектам которые у них сейчас есть для них это оказалось очень ценным третья история она на самом деле для меня цена тем что это была суровая enterprise компания то есть это промышленная компания которая заливая занимается сплавкой металла стали и так далее вот она двинулась digital трансформации у нее появилось подразделение инновационных продуктов и один из продуктов это были крыш под ключ то есть вы могли купить заказать крышу приедет человек и этому человеку вы отдаете деньги он вам назад возвращает дом с крышей и все было классно у них было производство у них были люди которые это могли делать ну то есть вот они прям стояли и ждали проблем была в том что не было продаж но от слова совсем хотя они пытались этой маркетировать рекламировать и так далее да ну и естественно никакого понимания что делать и как двигались мы с ними приблизительно также только наша работа была очень сжата по срокам потому что это для нас был выезд в регион что для нас накладывало ограничение по скорости эффективности да надо было максимально быть эффективными единицу времени и работали мы с ними месяц и в первую неделю мы просто пошли начали общаться с людьми которые недавно получили этот опыт установки крыши оказалось что люди делятся в принципе на два типа первое это кто для кого это уже не новая история он ее прошел и знает то количество грабель по которым надо пройти поэтому он сам себе больше доверяет и никакому другому человеку он эту историю не доверит вторые люди это люди которые еще ни разу с этим не сталкивались и они в таком знаете живут мире розовых единорогов вот у них почти готовый дом крыши это такая вот финальная стадия после которой внешние работы по большей части основные будут закончены а дальше остается внутренний работ но это важный этап поэтому сейчас мы выберем классную кровельку там черепичку все закажем и все будет классно но по факту когда они начинают и сталкиваться с этим там просто атосодомия потому что с материалами их пытаются обмануть с проектом их пытаются обмануть прорабы которые реализуют это все пытаются их нагнуть на деньги и по качеству и говорят совсем не ту информацию которая есть а это еще фиг пойди проверишь потому что это крышу туда лезть надо и не всякий еще туда полезет но и ты это понимаешь только в процессе поэтому когда люди которые искали крыши под ключ вот это вот дорого дешево под ключ и безопасно вот это их вообще ну как бы не очень цепляла они не видели вообще необходимости зачем под ключ все что мы с ними сделали это пересобрали их позиционирование это на самом деле очень откликается с тем что ирина в предыдущем докладе говорила просто мы из интервью поняли какие вещи нужно писать вот в эти выделенные смысловые блоки и смогли сделать акцент на проблемах с которыми они могут столкнуться смогли сделать акцент на том что мы как эксперты вместе с этой компании можем им помочь и в целом с точки зрения людей которые уже оформляли эту крышу это показала нашу экспертную оценку а для людей которые только это в первый раз делают показала и что их ждет впереди и почему нам надо довериться и к концу первого месяца после того как мы с ними протестировали несколько коммуникационных вот этих посадочных страниц с разным посылом мы получили первые два заказа в том регионе которые у нас были за первый месяц и ребята говорили что для их сурового интерпрайза это вообще просто какие-то космические скорости вот что самое главное мы получили поток заказов на основании которого они смогли собрать какой-то свой план развития на следующие там месяца три и сейчас мы просто наблюдаем за тем что у них происходит но не менее важно то что мы получили список проблем с которыми ребята дальше двинулись к руководству потому что то что это получилось у нас с ними во многом зависело от того что мы были как внешние подрядчики и мы во многих вещах помогали ну просто например чтобы понимать просто чтобы купить тильду мы с ними согласовывали но согласовали мы наверное это через две-три недели после того как мы отработали ну вот то есть как бы их внутренние процессы растягивают это все про что были эти кейсы эти кейсы были про то что очень важно понимать а чем живет ваш клиент какой его контекст и что вообще у него в голове потому что всегда проще объяснять человеку когда вы с ним на одной волне и на самом деле базовая вещь которая лежит в основе дизайн мышления то с чего нужно начинать это идти и общаться просто с людьми но здесь тоже не все так просто и и если как правило вы пойдете и просто начнете разговаривать с ними вам покажется что вероятно вы провели 20 минут жизни впустую потому что у тех интервью которые лежат в основе дизайн мышления есть определенные правила но вот есть пример одного из интервью это интервью да реальная с лента взятая вот как вы думаете с точки понимания потребности клиента это глубинное интервью а почему но но да во первых не спрашиваются эмоции во вторых вопросы так задаются что на них можно ответить достаточно однозначно есть такое понятие закрытые вопросы или альтернативные вопросы это вот типа хорошее предприятие да и вы автоматически загонять человек он скорее всего вам ответит да особенно если вдруг он вас боится и не доверяет вам а или вы спрашиваете ты пьешь на завтрак чай или кофе он скажет чай на самом деле он сначала пьет сок апельсиновый вообще предпочитает какао но вы ему не дали выбора поэтому интервью это про открытые вопросы и почему это еще важно потому что случае закрытых вопросов нужно помнить что люди постоянно врут то есть когда вы общаетесь с людьми на тему того как реально устроена их жизнь шансов что они наврут особенно в каких-то конкретных кейсах становится чуть меньше а и что очень важно когда мы задаем закрытые вопросы мы как правило в них заворачиваем то что мы в команде называем своими продуктовыми галлюцинациями то есть нам кажется что оно должно быть так в мире человека и совсем по-другому но люди как правило вы с ними сидите пьете угощаете как правило их кофе вы такие все классные они вы купите наш продукт конечно куплю но на самом деле нет вот поэтому то что нужно выяснять в ходе глубинных интервью это какие-то истории задавать открытые вопросы и в историях появляется то что называется эмпатии то есть способность сопереживать человеку и появляются какие-то дополнительные возможности для вашего бизнеса недавно мы им и можно прям реально спрашивать как у вас это происходило в последний раз то есть это вот самое классное когда вы вытаскиваете истории недавно мы проводили исследование для страховой компании в надежде понять как бы людей замотивировать вообще к страховке относиться не просто как к налогу и оброку которые платятся вот и сидит мужик и говорит ну так то я конечно понимаю что это важно но реально я понял что это важно только когда мне попался агент который со мной сидел и говорил вот знаешь у нас недавно один случай произошел чувак купил квартиру новостройку начал делать ремонт навесные потолки позвал таджиков таджики привезли вот эту газовую пушку но ты же знаешь как таджики делают ремонт ну да знаю ну короче квартира в клочья потолок в клочья таджик в клочья и тут я подумал говорит мне этот мужик наверное действительно нужно страховка вот то есть очень часто людям не хватает вот этих самых историй которые вы вполне себе можете завернуть ваши посадочные ваши тексты ваш продукт для того чтобы объяснить людям зачем этот продукт вообще нужен а мое личное мнение что нужно общаться самостоятельно потому что только ну вот я вам сейчас рассказала эту историю звучит как байка да а для меня она реально было и точно также если вы дадите кому-то сделать эту работу за вас он придет к вам вот точно с такими байками и вы будете смотреть на него как на психа вот но это люди и в их жизни происходит огромное количество странных вещей вторая вещь почему нам зачастую бывает страшно идти туда потому что зачастую обратная связь это больно тяжело реально сидеть и слушать как клиент говорит что твой сервис плохой вот и в этом случае на самом деле тут просто с этим ничего не сделать от нужно смириться что это точка роста для вас потому что именно за счет исправления этих вещей вы можете стать лучше но если совсем страшно можно еще попробовать прожить путь клиента это тоже кстати очень хорошая история и она лежит в подходе дизайн мышления как один из способов исследования но например у нас был кейс что мы работая с одним ритейлером день работали как продавцы в магазине то есть там была история что продавцы плохие они плохо продают мы день поработали пришли сказали вообще не представляем как они у вас работают потому что особенно в час пик сценарий их работы это как его обслужить клиенты был абсолютно жутко построен и таких вещей их на самом деле много для чего все это нужно в моем мире есть самая основополагающая вещь про которую уже сегодня много говорили вот я не знаю картинка старая но нежно мною любимая здесь мне кажется для нас важно с вами нижняя строчка зачастую очень а мы действительно живя вот в этих отделах разных по факту у нас на выходе у эти команды или там у производственной команды ну что вышло то вышло котик с хоботом и рукой а рекламируем мы это как тигра какого-то а на самом деле нужен ли тигр или нужен котик мы не понимаем и это не хорошо и не плохо это данность но к чему это ведет до самая очевидная вещь что мы продаем котика с хоботом и рукой человеку которому нужен тигр и это негатив да но с негативом как-то сейчас уже кажется более или менее все научились работать вот но это неприятно но есть две более неприятные вещи на мой взгляд первая вещь это когда вы пытаетесь продать тигр и человек говорит вау классный тигр но не понимает где он его в своей квартире например может разместить или что с ним с этим тигром ему делать его надо на лоджию поставить квартиру поместить может быть это тигр в цирке которому надо мясо докупать или тигр в зоопарке и вам не хватает вот тех самых вещей чтобы объяснить да для чего ему этот тигр а есть еще более грустная вещь и она на моей практике чаще всего встречается есть по факту огромное количество людей которым на самом деле хватит и котика с хоботом и рукой потому что все что им нужно это кто-то кто мог бы например быть ласковым и нежным вечером когда они приходят с работы садятся выпить винишко им не нужен тигр которого мы рекламируем но им нужен котик который есть у вас но они у вас его не покупают и в этом плане дизайн мышления и подход который в его основе лежит он говорит о том что ребята соберитесь все вместе чтобы у вас не получалось что вы делаете котика а рекламируете тигра будьте честными с клиентом и это даст вам бизнес результат поэтому команда которая лежит в основе это команда людей с разными компетенциями они дополняют друг друга дополняют идеями и вовлекаются в процесс понятно что есть разные вещи которые вы можете попробовать начать делать ну не знаю можете прямо сейчас можете на следующей неделе можете через месяц но мне кажется основная вещь которую полезно делать любому человеку в любой компании независимо от того чем он занимается это подумать о том что вы являетесь кусочком кусочком в процессе который создает бизнес вашей компании и вот иногда вы ползать из этого и смотреть на то что вы делаете глазами бизнеса и глазами клиента бывает очень полезно а какой инструмент вы для этого будете использовать дизайн мышления который подходит или еще какой-то другой это не суть дела важно у нас в команде есть одна фраза что неважно как вы это называете главное чтобы это работало спасибо спасибо даша даша ты сегодня первый спикер кто уложился в тайминг и аплодисментов отдельно и поэтому у нас есть целых 10 минут на вопросы поднимайте руки у кого они появились здравствуйте спасибо за доклад меня зовут ксения у меня вопрос про поиск людей для вот этих глубоких интервью которые нужно проводить как вы их ищете можно на примере крыш под ключ потому что мне вот вы взяли всех этих людей которые только что крыши спасибо на самом деле все очень просто в случае крыш мы искали по знакомым и этого оказалось достаточно но потому что у ребят еще есть своя база а на самом деле все зависит от сценария в котором вы живете потому что если например в случае там первых новостроек это было просто мы реально искали через соцсети людей они достаточно быстро набираются иногда приходится говорить стоп есть кейсы действительно редкие например у нас был очень тяжелый кейс где мы пытались найти руководителей среднего и малого бизнеса и это была нетривиальная задача потому что во первых люди очень занятые во вторых их еще так просто не уговоришь приехать но здесь нам очень помог мы пытались работать через рекрутинговое агентство и это можно делать но честно говоря мы в последнее время от них отказались потому что качество респондентов которые они присылают но она такое из разряда они врут ну то есть доверие им нет а нам помогали компании с которыми мы работали потому что как правило у них есть база клиентов которые можно воспользоваться и зачастую они не готовы брать рекрутинг на себя но с радостью отдают контакты и большую часть сценариев мы отрабатываем именно на клиентской базе как вариант еще было несколько кейсов когда мы например ходили в места где реальная эта аудитория собирается то есть мы пытались сделать продукт для детей и родителей и мы ходили по мероприятиям для детей для мамочек где они тусуются но и просто подходили ну конечно какое-то количество людей нас нафиг слали вот но как бы к этому тоже привыкаешь как к болезненной обратной связи вот а так в принципе социальные сети какие-то тематические формы база ваша собственная получается ну и рекрутинговое агентство если уж совсем туго здравствуйте меня тоже зовут ксения вопрос такой скажите пожалуйста как можно какие-то тезисы есть как можно подготовиться глубинному интервью то есть со стороны я как заказчик если выступаю что мне нужно вот агентство предоставить какую информацию а но опять же вот возвращаясь к вот этому таймлайна мы как правило и и всех но всячески склоняем к тому чтобы была какая-то установочная встреча где бы не вы как заказчик предоставляли информацию а где бы мы вместе с вами подумали а что нам нужна какую бизнес-проблема мы хотим решить б что у нас с вами есть известного да какая-то статистика может быть какие-то метрики как мы себе сейчас как эксперты видим этот процесс потому что мы скажем так мы себя позиционируем не как эксперты в бизнес домене мы позиционируем себя как эксперты в процессе поэтому вы нам нужны на этом этапе для того чтобы дополнить нас вот этой экспертной информацией и мы собственно в процессе строим вот те самые карты прикидываем сценарий и накидываем вопросы которые мы можем задать человеку а это происходит коллективно и каждый раз эти вопросы разные а дальше формируется совместно то что называется гайдом это по сути не опросник но это план такой чек-лист а про вопросов которые вам тем на который вам нужно поговорить с клиентом но на самом деле в процессе общения все как правило идет не так поэтому есть так называемые пристрелочные интервью когда вы два там четыре интервью проводите уточняете вместе с клиентом и мы опять же рекомендуем чтобы и говорим нашим клиентам чтобы кто-то с их стороны цеплялся к нам на интервью чтобы они понимали контекст уточняем этот список вопросов а дальше просто уже на основании его идем в какой-то момент этот гайд просто уже бывает не нужен поэтому бизнес-контекст какая-то информация по бизнесу которая поможет нам вдохновиться немножко статистика понимать какие вещи копать и понимание того что мы с заказчиком на одной волне спасибо здравствуйте меня зовут анастасия клиника в северном город красноярск услышала как вы ищете и где вы ищете людей для глубинного интервью но для принятия решений какое количество вы берете респондентов потому что ну по тем же крышам достаточно серьезные до решения сколько человек вы опрашиваете все зависит от проблемы с которой мы идем то есть для нас история с крышами была такая история сценарная и мы реально провели там вот эти общения с пользователями за две недели дальше двинулись в сторону тестирования прототипов потому что понимаем что нам проще попробовать сейчас уже сделать продажу если что-то пойдет не так мы бы добили еще раз вернулись с клиентом но терять время на то чтобы получить полный спектр у нас но просто иначе мы скатываемся стереотип что это долго полгода исследовать аудиторию это не надо то есть гипотезу выдвигайте гипотезу а потом уже да 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 спасибо вот и на самом деле для того что если это какой-то короткий сценарий это хватает где-то 8 10 интервью если более или менее такой средний и широкий непонятный как с новостройками это было 20-24 но бывают и реально широкие истории но там формата мы хотим сделать какой-то новый продукт для детей ну и там эта история уже может вылиться на два месяца но мы ее стараемся дробить тоже на этапы по месяцу где четкие понятные точки принятия решений есть и фокусировка на какую-то более-менее четкую проблематику есть время на последний вопрос если он есть давайте здравствуйте меня зовут евгения мы вопрос следующим респондентов набрали чем мы их вознаграждаем за участие по-всякому бывает когда мы работаем с клиентами с нашими если они разрешают использовать свой офис как площадку для интервью иногда это просто бывает экскурсия по офису и кофе чаще всего это бывает если мы договариваемся с людьми то как правило мы просто их приглашаем на кофе попить кофе где-нибудь старбаксе и все и на самом деле мы сейчас максимум мы раньше пытались платить за это но поняли что лучше стараться этого не делать потому что есть люди которые приходят условно за 2000 рублей просто посидеть с вами 30 минут это очень сильно влияет и на то как они с вами общаются и на мотивацию и так далее поэтому если есть возможность просто поговорить лучше просто поговорить люди как правило это один из инсайтов хорошо соглашаются идут к вам на встречу спасибо